В смысле бегом, потому что много открытого пространства, естественно, оно простреливается и снайперами, и артиллерией. Что касается других сюрпризов, как это называют ополченцы в кавычках, то вот опять-таки же командир Чука рассказал нам о том, что местность и здания вокруг терминала заминированы, и продемонстрировал на конкретном примере. Вот, смотри, обставили сюрпризик нам, 127-миллиметровый. Видишь, провода идут? А где мне надо наступать? А не надо наступать на нее, ее вообще трогать не надо. Вот, смотри, капли, от него провода идут. Это сюрприз. Нам удалось разглядеть приблизительно на расстоянии 500 метров от здания, где закрепились ополченцы, находился танк украинской армии. Он держал здание на прицеле, но не начинал работать по пехоте. Ждал, когда танки ополчения выйдут на линию огня и будут обрабатывать те три здания, которые планировалось зачистить. Вот он, танк стоит, угроповский. Прямо в терминале в новом. Ждет. Чего ждет? Танки ждет. Техника? Пехота ему не нужна. А если мы сюда вылезем с РПГшками, мы вчера вылазили, нас накрывали огнями, и пулеметы по нам работали. У нас, мы зашли в старый терминал, у нас три трехсотых, ну там был еще на подходах один-двухсотых. Заняли первый этаж, потом вместе с трехсотыми отосверхили. Вот это все мы зачистили, тут никого нет, вон они состоят, ждут. Так и произошло, предлагаю посмотреть непосредственно работу ополченских танков. Работало два танка, позицию одного вы сейчас видели, другой работал где-то в трехстах метрах, под другим углом. Каждый сделал приблизительно по десять залпов, после чего началась, собственно говоря, зачистка. Удалось группе солдат армии ДНР пробраться в одно из зданий. По той информации, которую мы обладаем, это было как раз здание, где находилась милиция, которая следила за правопорядком в аэропорту. И там сейчас были подразделения украинской армии. Однако по группе, которая прикрывала зачистку, был открыт огонь. Опять-таки же из танка по зданию, а также из минометов пришлось отступить. Как минимум на моих глазах пять человек было ранено. А вот предлагаю послушать, как звучат мины непосредственно в аэропорту. Пошли, 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 пошли. Ну побежали. Бегом, 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 бегом. Я бегаю, вы нормально. Отмечу, что только в том помещении, где находилась наша съемочная группа, было порядка 30 человек, из них 5 ранены. То есть, так будем говорить, масштаб поражения достаточно высокий. В других помещениях тоже ранены оставались как минимум 10 человек, по предварительной информации, и один убитый. И следующий эксклюзивный... Пацаны, слушаем выстрелы, бля, не напойдут, блядь. Побежал, побежал, побежал. Украинская армия переодела просто своих бойцов в нас, в ополченцев. А зачем им надо, на твой взгляд? Ну, просто им было удобно списывать на кого-то своих трупов. Да и все. Они еще не хоронят, а похоронен будут. Субтитры создавал DimaTorzok Народ, не шумите, пожалуйста, в тишину настройте. Все тихо! Ну, побежали. Бегом, 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 бегом. Я бегаю бы нормально. Бегом, бегом. Это что работает? Ну, не по диагонали, а сначала шарфу, а потом и все. Я понял. Всем привет! Вот вам и война. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok